Всем доброго времени суток! С вами канал Artmania. И начинай этот ролик с себя. Мы сейчас ходили с Димой в клуб. Он занимается у меня сейчас в клубе. Ходит где-то на один час, на часочек. И вот сегодня у нас произошел неприятный инцидент. Как бы у нас была уже своя группа, собранная как-то. Ну там где-то 4-5 человек. И вот сегодня, не сегодня, а в прошлый раз, вот еще. Да, в прошлый и позапрошлый раз, вот второй или третий раз, третий раз, да, вот пришел новенький мальчик. Группа у нас была как раз детей возраста Димы. То есть 2 года, 2-3 месяца. Вот. Ну да, там почти все. Вот может быть разница где-то месяц, два. А тут пришел мальчик. Разница у них полгода. То есть на полгода он младше Димы. И вдобавок он очень сильно активный. Ему не интересно, конечно, все эти занятия нафиг не нужны. Ему бы вот побегать, побегать. И сегодня вот этот мальчик ударил девочку. Мама через камеру, там у нас висит телевизор. Камера, то есть все видно, что происходит там, что делают вообще наши дети во время занятий. Вообще занимаются они там или нет. Вот сегодня ударил. Произошел инцидент. Ну даже не из-за этого, а в принципе инцидент. То, что пришел маленький мальчик, он мешает всем заниматься. Вот он, ну даже не то, что всем, а больше, наверное, Дима за ним прям вот бегает, убегает с занятий. Они вместе играют. Такой вот он очень, мальчик очень шебутной. Ну и Дима тоже он как бы шебутной, но не настолько. Как бы он может и посидеть где-то там, и поиграть тихонечко как-то. А вот вместе вот с ним вот и часть нашей группы вот ушли. Несколько человек ушли. И вот сегодня вот одна мамаша вот не выдержала, который вот дочку как раз ударил этот мальчик. И накричала на нее вроде то, что лучше будет, если вы ребенка своего заберете. Потому что ребенку не интересно. Ему не интересно, ему не надо это все. Вот она сказала, нет, раз уж так, я буду вам назло водить ребенка. И сейчас вот даже мы не знаем, наверное, будем мы дальше водить Диму или нет. Потому что, если до этого Дима занимался, то сейчас он сбегает с занятий. И пока я сижу в коридоре, то есть наблюдаю за всем этим, его ловят. То есть пока что у нас занятия идут один час. Ну час десять, по-моему, где-то так. А потом попозже, наверное, со следующего месяца будет уже час сорок. То есть, ну за это время я бы, допустим, могла ребенка отвезти и на полтора часа куда-нибудь в магазин пойти, допустим, пройтись. Ну где-то там что-то рядом там. Ну куда-то сходить могла бы, да. То теперь, наверное, я думаю, что мне придется сидеть, наблюдать вообще занимается мой ребенок или нет. Потому что я боюсь, если я уйду, тогда просто они не будут за ним бегать. Ну убежал, убежал ребенок, ну и ладно. В принципе, как это было в самом начале. Когда мы начали заниматься, я за ним убегала, бегала, а девочки вообще не обращали внимания. Ну ушел занятие, ушел. Ну там он скачет в бассейне, там с этими шариками скачет. Это его проблема. Не хочет учиться его проблемой. Как понимает, ну если этот мальчик начинает что-то делать, убегает, Дима бежит за ним. И добавок у этого мальчика какая-то такая непонятная любовь. То есть он может подойти, допустим, обнять, а потом тут же сразу оттолкнуть, и ребенок падает. То есть он не просто, если человек взрослый может там устоять, да, то ребенок маленький падает. То есть его мама еще об этом говорила. То есть такое у него что-то есть. Ну вот он ударил одну девочку, а вот другую девочку он махнул рукой, но она как-то не достал, короче, он ее так махнул, видимо, и не достал до нее. Это мне уже мама рассказала другой девочке, она там была рядышком. Вот, то есть, ну такая вот у нас ситуация. Не знаю, чем это все закончится. Есть множество других клубов, не знаю, они с этим мальчиком много клубов обходили, мама рассказывала его. То есть остановились вот на нашем. Я думаю, блин, ну почему здесь? Почему не бывает все всегда идеально? Ну почему? Так хочется, чтобы было все идеально, была прекрасная группа, спокойная, все. Дима, ну поначалу он убегал, потом перестал убегать, потом все хорошо стало, он уже начал заниматься, уже какие-то пошли прогрессы, он уже алфавит, чуть-чуть там первую строчку алфавита уже знает наизусть ее. Показать, конечно, буквы он там не все еще покажет, но некоторые буквы. Ну, уже там что-то он знает. А тут вот бац, и все. Как-то, я не знаю, вот, кстати, сейчас вот домой мы шли, я задумала в школе, вот в садике, там, ну в садике не знаю, как там, а в школе действительно же есть такой, есть лидеры, да, которые у нас ведут, всегда лидеры. Там, просто обычные дети и, ну, более такая низшие, которых вот детей забивают, бьют, да, то есть в школах, в классах, ну, практически всегда так. Единственное, конечно, я знаю один класс, мы в школе, когда учились, там был один класс такой, где учительница, то есть, как она там называется, не помню, главное, классный руководитель, да, она смогла всех детей сдружить, то есть там не было лидера, там хороший, плохой мальчик, они все были хорошие, и все дружили большой семьей, там, ну, человека, не знаю, 20, может, было не 30, наверное, нет, человек 20, наверное, где-то там, 15-20, вот, они все дружили, прям все были дружные, и относились друг к другу хорошо, и, хотя учительница довольно была молодая, как раз она замуж собиралась, вот, то есть, вот такое, вот, я помню, у нас было, я думаю, как так, молодая учительница, насколько у нее получилось все-таки хорошо всех сдружить, а я как раз была в другом классе, где были лидеры, где они там что-то мутили, что-то они там хотели все время что-то сделать, там, прям, что-то такое, не нравился мне этот класс до жути, я все мечтала перейти в тот класс, там, так хорошо, я приходила ко мне, так хорошо относились, ну, у меня там заканчивались уроки, я потом шла в тот класс, и еще там с ними сидела на занятиях, вот, пока меня там эта учительница, в конце концов, не прогнала, ну, их не классный руководитель, мол, что-то сидишь, у тебя есть своя группа, класс, вернее, вроде идти, а я все равно потом приходила, придешь там, а можно я с ними посижу, ну, сиди, 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 они такие классные были, так классно вообще, такие спокойные все, нету лидеров, никого нету, там, так хорошо у них было, такая, как огромная семья просто, так классно вообще, вот, ну, короче, у нас вот такие вот дела, расскажу потом, когда, а, в четверг мы еще пойдем, ну, в четверг посмотрим, конечно, этот мальчик будет ходить, они уже оплатили месяц, они оплатили взнос, там взнос 1200, там что-то туда входит, там подарки какие-то входят, какие-то, не знаю, короче, сейчас у нас директора, директора уволили, вот, и немножечко все поменялось, и группа тоже сменилась, не знаю, не пойму, как они набирают, все-таки полгода разницы, это ощутимо, это довольно много, то есть, если там маленький ребенок, это уже маленький он, Дима, конечно, он постарше его на полгода, тем более среди маленьких детей, если среди взрослых, там, полгода, да, год, как бы особо незаметно, а вот детей, ну, ему еще рано, конечно, заниматься все это, изучать ему не хочется, он не знает, не хочет все это, так вот, вот, мы как раз домой пришли, у нас солнышко там вышло, на улице так хорошо, а самое ужасное, знаете, что, то, что этот мальчик живет в соседнем доме у нас здесь, и вполне возможно, что потом Дима еще пойдет с ним в первый класс, в нашу школу, это, вот, это вот самое ужасное, конечно, вполне, может быть, ребенок поменяется к тому времени, не будет таким хулиганом, может быть, не знаю, вот, и хотела я показать вам свои покупочки, сейчас я переключу камеру, вернее, переведу, и покажу покупки наши, вот, а вы, наверное, об этом, обо всем напишите в комментариях, может быть, я что-то там недорассказала, у меня прям вообще эмоции зашкаливают, они так кричали друг на друга, и при детях у меня ребенок испугался, уже такой начал, уже капризничать такой, блин, я его еле одела, никогда такого не было, еле-еле, я его одеваю, он раздевается, он убегает, прячется, он начал прятаться, начал залазить под эти подстулья, видимо, ему вот это вот неприятно, вся атмосфера, то есть дома-то у нас такого нету, никто не кричит друг на друга, у нас тихо, спокойно, а тут орут, и он пытается спрятаться от этого, от всего, я его пытаюсь одеть, я думаю, сейчас я его быстрее одену, и быстрее выйду, чтобы этого всего он не слышал, вот, а у нас получилось что-то непонятное, конечно, та мама потом ушла, эта мама с этим мальчиком осталась, начала у всех спрашивать, мол, мой ребенок вам мешает, я говорю, ну, мне, говорю, не нравится вся эта ситуация, я хочу, чтобы мой ребенок, если сюда приходил, он занимался, а не сбегал вместе с вашим ребенком там куда-то, вот, ну, естественно, я сказала, ну, для меня это главное, потому что мы платим деньги, я привожу своего ребенка на один час всего лишь, ладно, если там садик, они сбегают занятия, еще ладно, как бы, ну, они целый день там, ну, там не особо прям такие занятия, можно и дома с ребенком позаниматься, а тут он еще только все учит, и, как бы, и дома с ним немножечко сложновато заниматься, потому что, ну, он устает быстро, вот это вот все, а там хоть специалисты, они хоть знают все это, конечно, мне это все неприятно тоже, хотелось бы, конечно, чтобы этот мальчик ушел, хотя бы пришел в другую группу, тогда бы все было спокойнее, Дима занимался бы, все было хорошо, а так, я не знаю, почему их не переводят в другую группу, странно, видимо, вот мама сама отказывается, я не хочу, и все, я хочу, чтобы мой ребенок ходил сюда, он ходит, ну, видимо, так вот, я вот захочу, мой ребенок в одиннадцатый класс поступит, его что, возьмут? Нет, конечно, или другую группу, но я сомневаюсь, что я его возьму, но что-то должны сказать, не знаю, почему, вот, ладно, давайте я вам сейчас покажу свои покупочки, так, вот такие у нас покупки, я купила масло, в прошлый раз я покупала масло в домик в деревне, на него делала обзор, в этот раз я тоже, наверное, сделаю на него обзор, это очень-очень вкусное масло, нам оно просто очень-очень нравится, вы знаете, вот готовы просто откусывать и есть, оно прям, ну, настолько вкусно, вкуснее, чем домик в деревне, оно было по акции, поэтому я взяла его 4 штуки, вот оно, 4 штучки, конечно, я взяла бы и побольше, но я знаю, что у меня там морозилка битком забита, не знаю, вот этого масла поместить куда-нибудь там, вот, оно стоило, оно стоит без акции 109, а по акции 89, да, 89, вот яйца взяла, и майонез, мы как раз баклажанчики наши доедаем, и вот у меня, чтобы мазать, не знаю, здесь что-то состав не нашла, а вот, или вот этот что-то состав, ну, если это этот, не знаю, ладно, а, вон он состав, господи, нашла, ладно, потом я его прочитаю, вот, ну, короче, такие у нас маленькие покупочки, тоже дотащила тяжело, масло, конечно, 180 грамм всего лишь, жалко, что сейчас 200 грамм не делают, там как раз там запачка, но вкусное масло, хорошее, вот, такие покупки у нас, столько мешочков, смотрите, лежит у меня, короче, это я засаливала сало, на него будет отдельный ролик, выделила я вот по таким вот маленьким кусочкам, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь штук их получилось, сейчас я их просто рассую, по морозильной камере, наверное, в разную, просто щель, потому что у меня там просто битко, еще добавлю к сегодняшней маслу, я просто, просто воткнулась с трудом, вот, очень вкусная получилась, просто прям обалденная, здесь вот с прослойками мяса, вот, как я люблю, просто бесподробно, просто обалденно вкусно, не знаю, я бы честно говоря, его сейчас, жалко, черного хлеба, вот у меня нет, я бы сейчас его с черным хлебушком, прям обалденно вкусно, поел бы. В принципе да, он с чесноком. Вкусный, очень вкусный получился. Обязательно посмотрите на него ролик. Вот как я его делала. Обязательно посмотрите. Это очень вкусно. Делала уже не первый раз. Делала еще в прошлом году. У меня там в каком-то влоге есть.